Трудно поверить, но плохой сон, простуды, головные боли, сыпь, либо даже снижение либидо, а также ухудшение настроения, зачастую являются следствием паразитов в нашем организме. Поэтому диетологи советуют людям употреблять иногда продукты, которые противодействуют гельминтозу, то есть поражение паразитическими червями. Сейчас я расскажу вам о всех этих продуктах. Досматривайте ролик до конца, будет полезно и интересно. Давайте разберемся, кто такие гельминты. Это одноклеточные организмы, которых попросту называют глистами. Уже известно около сотни видов, и жить они могут в нашем теле годами. Ученые говорят, что около 3 миллиардов людей на нашей планете страдают гельминтозом, и далеко не все из них живут в бедных странах. Также есть сложное заблуждение, что гельминты живут только в кишечнике. Но на самом деле это не так, они могут жить и в крови, и в легких, и в печени, и в глазах, и даже в головном мозге. И зачастую их сложно заметить, пока симптомы не обретают критический характер. А симптомов может быть очень много. Это и тошнота, и боли в желудке, и потеря аппетита, боли в мышцах, бессонница и так далее. Откуда же они попадают к нам? Наиболее распространенный путь это нечистые руки. Ну либо грязная еда, нечистые фрукты, либо термически необработанное мясо. И даже вода. Но также специалисты рекомендуют обратить особое внимание на наш рацион питания. Потому что некоторые продукты вполне могут изгнать этих паразитов из вас. То есть мы должны употреблять такие продукты, которые будут содержать в себе клетчатку. А это, честно говоря, очистящее средство, которое промывает наш кишечник и способствует выведению из него паразитов. В том числе любых остатков пищи. Также употребление продуктов с витамином А, он помогает снижать восприимчивость к паразитам. А также продукты с витамином С, они также влияют на работу нашего иммунитета и улучшают работу ЖКТ. Первый продукт это чеснок. Это средство номер один против бактерий и паразитов. Вы можете употреблять для профилактики чеснок, либо разово съесть пару зубчиков сразу. И можете запить их молоком, чтобы вас не щипало. Следующий продукт это тыквенные семечки. Можете купить их в супермаркете уже очищенные. Просто берете ложку или горсть и закидываете в себя. Третий продукт это ананас. Но это должен быть только спелый ананас, не консервированный из банки. Он прекрасно справляется с глистами. В нем есть вещество бромелайн и он очень здорово очищает наше тело от ленточных червей. Он формирует неблагоприятное окружение для гельминтов, поскольку они не переносят это вещество. Также очень эффективны лисички. Эти знаменитые грибы, в них содержится хиномоноза, а это вещество приводит к разрушению личинок гельминтов, а также способно убивать взрослых особей. Добавив лисички в наш рацион, можете вывести эти элементы. Эти грибы должны быть либо свежие, либо хотя бы сушеные. Но консервированные лисички уже полностью теряют свои свойства. Следующий пункт это морковь, либо морковный сок. Это отличный источник витамина А. Там его так много, что вам нужно лишь 50 грамм моркови, чтобы удовлетворить суточную потребность. Это примерно половинка от морковки. Это очень маленький кусочек, но его уже достаточно. Также в ней много клетчатки, что улучшает желудочно-кишечный тракт и борется с глистами. Врачи очень часто включают морковный сок в противопаразитный период. Следующий пункт это пару продуктов. Лимон и банан. Лимон обладает очень крутыми, противомикробными и противопаразитными свойствами. Особенно много веществ против гельминтов содержится в кожуре. Однако и спелые лимоны категорически нельзя есть людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Либо людям, у которых аллергия на цитрусовые фрукты. Также вместе с лимоном рекомендуется употреблять и банан. Это дает синергический эффект. Следующий пункт это брокколи. Дело в том, что в брокколи содержится тиол. Оно обладает выраженными противопаразитными и противогрибковыми свойствами. А помимо всего этого в брокколи конечно же много клетчатки. Гранаты. Это отличный источник железа, калия, большого количества антиоксидантов и клетчатки. Ну и конечно же витамина С. Продукт способствует нормализации работы нашего желудочно-кишечного тракта. Повышению иммунитета и выведению паразитов. Однако есть одна предостороженность. Не стоит превышать суточную дозу. Не есть большое количество гранатов. Примерно более одного в день. Либо не выпивать большое количество его сока. Поскольку это может иметь побочные эффекты. Они могут привести к гипертонии и головокружению. Следующий продукт это свежий молотый перец. Учеными установлено, что у перца сильный поражающий эффект для паразитов. И поэтому он очень эффективен. Можно также употреблять красный и черный перец в виде специй. Можно также употреблять свежий продукт болгарский перец. Но также очень острый перец каенский. Что является очень острой пряностью. Например в Мексике. Но у нас она тоже продается. Так вот он очень эффективно борется с микроорганизмами и паразитами. И даже способствует заживлению ран. Хотя стоит предупредить, что острая пища очень вредна. Потому что это особая вещь и злоупотреблять ее конечно же не рекомендуется. Кстати напишите, что из этого вы употребляете. Смотрите больше полезных роликов на моем канале. Подписывайтесь друзья на канал и до скорого.